По-особому провели время перед Днем Победы жители Октябрьского, Оксаринского и Бичуринского сельских поселений Мариинско-Пасадского района. Они погрузились в атмосферу проводов на войну, чтобы пережить те чувства, которые испытывали их деды, бабушки, родители. Из Октябрьского на фронт ушло 690 человек. Половина с войны не вернулась. Те, кто выжил, к сожалению, тоже уже отошли в мир иной. Но такая память не стирается. В реконструкции событий 70-летней давности приняло участие более полусотни жителей трех поселений. Автор сюжета – учитель Елизавета Матюшова. В оргкомитет входило более 30 энтузиастов. Действия снимали на видео. 9 мая этот фильм покажут в сельском клубе. Хочу поблагодарить Оксаринское сельское поселение, Бичуринское поселение. Особенно Сундюковский клуб из Тагаева пригнали уникальную, древнюю, скажем так, машину ГАЗ-69, которая принимала участие в съемках. Это Эльборусовское поселение. Никакие не артисты, обычные сельские жители вдохновенно переживали все трагические моменты проводов на войну. Вот так вручали повестки на фронт. Вот так провожали дома. Воссоздан настоящий народный ритуал, полный трогательных моментов, цель которого – достойно проводить на святое дело и сделать все, чтобы уберечь от гибели сына, внука. Сельчане играют близких родственников. Перевоплощаясь в своего деда Давида, ушедшего на фронт в 18 лет, Александр Никанович переживает благородные чувства. Гордость за моего деда, за наших отцов, прадедов, которые воевали и защитили нашу страну от фашистских оккупантов. Октябрьский военкомат. Здесь был районный пункт, откуда мобилизованных бойцов отправляли в Цивильск. Отсюда они зачастую шли пешком 30 километров. Повторить этот путь своих прадедов еще в прошлом году у памятника павшим дали клятву юные. 13 подростков-кадетов, 7 восьмиклассников октябрьской школы и 6 семиклассников из Бичурина свое слово сдержали. Трудным путем через поля, овраги и реки мальчишки со своими руководителями прошли 30 километров до Цивильска, как на войну. Обратно вернулись путем победителей, той же дорогой длиной в 30 километров. Всего прошли мы более 60 километров. Было трудно, тяжело, но мы все выдержали. У никого ничего не болело, все всем понравилось. Ходили, шутили все. Даже никто не заметил, что прошли такое большое расстояние. Устал я очень сильно, но выдержал. А дети, они молодцы. Оказывается, они могут и 30 километров, и 35 километров проходить. Никто не ныл, не плакал, но мозоли были, большие мозоли. После похода, который совершили вот эти ученики со своими педагогами, у меня не остается никаких сомнений, что у нас действительно растет достойное поколение, способное защитить свою родину от любого агрессора. После трудного пути они встали в строй на митинги, посвященном открытию памятника пропавшим без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Возложили венок к обелиску. Предки увидят. Смена достойная. Зинаида Паршагина, Алексей Енейкин, Александр Яковлев. Вести Чувашия.